Всем привет, с вами Марина, добро пожаловать в новое видео по строительству в рамках челленджа Someday Some Room. В данном видео, опять же, первое строю я, так как это третье видео, и так как я строила в первом, значит я строю в третьем, пятом, седьмом и так далее. В общем, ладно, информация лишняя. В данном видео мы выбрали тему комнаты для тревел-блогера. Данная комната немножко будет необычной, потому что в Симпсона не будет отображаться просто как комната, из-за того, что в ней два этажа. Мы давно хотели построить двухэтажную комнату, и так как у нас уже около 20 где-то тем, мы долго выбирали, в какую же именно всунуть эту двухэтажность, и решили, что она будет именно здесь. Я разделила комнату немножечко пополам, а немножечко не совсем. Я оставила кусок второго этажа для августы, и маленький кусочек второго этажа оборудовала сама. Пожалуй, стоит рассказать о том, как мы все-таки дошли до этой темы. Можно так предположить, что мы в этой теме соединили две до более банальные темы, которые просто приходят в голову каждому. Это тема художника и тема путешественника. Мы решили их не разделять на две разные темы, потому что вроде как у нас фантазии хватает придумать дополнительно. Поэтому мы решили сделать вот так. Изначально мне хотелось сделать какую-то творческую тему. Это естественно, это всегда хочется, это всем хочется, и я думаю, вы сами понимаете. Потому что когда вы строите комнату и добавляете какие-то творческие вещи, то это получается просто комната художника. Мы решили от этого отойти, и вы сами видите, что у нас вышло. Также мне очень хотелось построить комнату путешественника, так как, когда мы придумывали эти темы, совсем недавно вышел набор или дополнение. В общем, я не разбираюсь, что и где. Это путешествие в джунгли, и так как я в него не играла, мне очень хотелось. И, в общем, мне очень хотелось эту тему. Поэтому, как бы, изначально у меня была идея по поводу фотографу, но в итоге в Густа просто предложила сделать тревел-блогера, потому что почему бы и нет. Если что, все фотографии, которые использованы в данной комнате, вы, естественно, увидите у себя в игре. Это не топ-материалы, это простые фотографии плохого качества, которые я сделала просто, придя со своей симкой в Сальвадорадо, в общем, в этот город. И сфотографировала всякие места, которые... В общем, да, по фотографиям вы поймете, что я люблю фотографировать. Конечно, если я фотографирую, то фотографирую какие-нибудь... О, верхушечка дерева на фоне неба. О, да-да-да-да, это то, что мне нужно. В общем, примерно такие фотографии вы найдете в этой комнате. Если они вам не нравятся, вы спокойно можете их заменить. И я думаю, что Августа использовала те фотографии, которые я оставила где-то там за комнатой, потому что я просто пошла и нащелкала миллиард фотографий. И все использовать их, конечно же, не смогла. Потому что я решила не делать из этой комнаты прям слишком, я не знаю, какую-то фотостудию. Хотя, в принципе, это именно студия блогера. По поводу того, какая вообще история у девушки, которая живет в этой комнате, опять же, особой такой истории у нас нет. Я решила, что это девушка, для которой приоритет не блогерство, приоритет не путешествия, а именно знания. То есть она хочет узнавать что-то новое, она хочет узнавать историю мест, она, в общем, стремится узнавать много всего и просто делиться этими знаниями. Именно поэтому она завела блог, а фотографирует она просто потому, что это такое ее хобби. То есть она совместила то, что ей нравится, плюс хобби, хотя, по идее, это одно и то же, но нет. В общем, она совместила то, что ей нравится, это новое знание о разных местах. Также она совместила свою любовь к фотографии, и в итоге она стала таким вот тревел-блогером. Именно с фотографиями, не с видео, потому что кусочки видео мы не повесим на стену, потому что мы не во вселенной Гарри Поттера. Беда, конечно. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. По поводу всей комнаты, я решила сделать ее в таких вот тонах. Я не знаю, по-моему, большинство комнат, которые я делаю, они такие какие-нибудь серенькие, чего-нибудь еще. В общем, была комната, в которой просто... Ой, фу, комната, господи. Была стена, на которой просто мне было нечего поцепить, и я нашла в отладке пустые картины. И решила поцепить на них светильники разных цветов. Это выглядит странно. Очень. Но я думаю, для творческого человека в комнате это вполне адекватно и некий такой странный уголок. В общем. Также я оборудовала ей такое вот небольшое место для работы, но это место будет нефункционально. Это место чисто декоративное. То есть это такой прозрачный стол у окна, который никак не будет функционировать как стол, потому что стол я туда не оставила. То есть там стоит... Я, честно говоря, не помню, что это такое в Sims. Это какой-то навесик на окно или что-то такое. В общем, такая прозрачная штуковина, около которой стоит барный стул. И около которой стоят всякие... Вернее, на которой стоят всякие коробочки, всякие штучечки. В общем, я решила, что это именно то. Также я очень-очень хотела бить тебя по рукам за гирлянду, но... О, боже, я не могу сдержаться от того, чтобы не повесить какие-нибудь такие вот светяшки, лампочки, гирляндочки. В общем, не знаю, что со мной не так. Мне просто постоянно хочется их вешать, поэтому, скорее всего, вы их будете видеть практически в каждой комнате. Просто потому что. Также сбоку я обустроила некий такой уголочек. Я думаю, так как эта девушка стремится к знаниям, но при этом не к знаниям ботаники. Довольно странно, что у нее там растет какая-то такая странная фиговина. В общем, я решила, почему бы и нет. Просто она из какого-то путешествия привезла семена растения и посадила их вот в таким... В таким? Что? И посадила их вот в таком вот небольшом оборудованном местечке для сада в доме. Я не знаю, почему так. В общем, давайте просто представим, что она слишком богата и ей некуда тратить деньги. И она такая типа, хей, хочу, чтобы моя комната была целым садом с землей и растениями. Ну, вы поняли. На втором этаже я сделала небольшой уголочек для просто посидеть у окна. Спиной к окну. В общем, это небольшой уголочек для чтения. И также небольшой исторический уголок, так как я уже говорила о том, что девушка стремится к знаниям. И всякие кусочки истории, которые, естественно, не запрещают закон вывозить из стран и городов, она вывозит. Всякие исторические раскопки и прочее, что она нашла, что ей не запретили вывозить и тому подобное. Я надеюсь, вы поняли. Потому что иногда я говорю такие вещи, после которых я говорю, надеюсь, вы поняли. И слишком много, я надеюсь, вы поняли в целом видео. Не важно, проехали. И я думаю, на этом пора с вами прощаться. Если есть что-то смотреть, надеюсь, вы справитесь сами. Все ссылочки, как всегда, в описании. Не забывайте смотреть вторую часть видео о Августе. Потому что, ну, блин, зачем смотреть половину комнаты и не смотреть вторую? Также скачать вы, конечно, сможете о Августе, так как она строит вторую часть. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Опять же, не забывайте проходить в описании, чтобы находить там Августу. Много Августы в моем видео. Август, Август, Август. В общем, не забывайте туда проходить. И всем пока-пока. Августы в моем видео. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...